Ребята, всем привет! Вы находитесь на нашем семейном канале и сегодня мы хотим вам показать еще один вариант жилья Я очень надеюсь, у нас получится пробраться в домики и посмотреть какие они внутри Дело в том, что наши друзья здесь жили и новые машинки Да, увидели новый байк новый вариант байка Наши друзья здесь жили и стоимость этого жилья в пределах 10 тысяч бат то есть 9-10 это нормальная их цена Всем привет! Привет еще раз! Эти домики в основном это бедрум но если есть какие-то еще варианты я попытаюсь об этом узнать Вот это прикольный домик но мне кажется, это дом хозяев Байк стоит полотенце сушится вряд ли он сдается на данный момент Здесь домик тоже занят Он побольше, я думаю там комнаты 3 точно и беседка Здесь есть стиральные машинки стоимость 40 и 60 бат Вот та, которая за 40 в данный момент например сломана Ну вот наши друзья жили вот в этом доме Они платили 9 тысяч бат в месяц и там получается две отдельные комнаты и большая комната с кухней Очень надеюсь, что у нас получится сюда попасть Но судя по домикам они походу все заняты И это очень-очень жалко Короче, ребят, сейчас мы с Эриком пошли снимать одни дома на видео Дома очень крутые стоят всего ну там 9-10 тысяч бат в месяц две отдельные комнаты и кухня большая ну вообще большая кухня Хотела их показать вам потому что там скоро приедут ребята они давно просили показать эти дома Олег уехал по делам и мы с Эриком пошли пешком Короче, блин я испугалась вот реально по-настоящему Вот мы идем по этой дороге Мы гуляли здесь пешком буквально несколько раз но всегда в основном в другую сторону В эту сторону мы никогда не ходили До пляжа никаких никогда проблем не было Тут идти до пляжа просто ну там, я не знаю, 3 минуты А мы пошли чуть дальше До этих домиков идти на минут 7, наверное, Я пешком Короче, идем и идем И в общем на нас одна собака начала нападать Причем реально нападать И это старый пес, видно Ему там лет 15, наверное, я не знаю Я ребенка за собой прячу Короче, стою такая Начиная на него опять, ну, говорить Фу, фу Ну, прям вообще Ну, у меня этого страха никакого нету То есть я агрессивно даже немножко настроена Никакого страха, ничего У меня цель защитить у ребенка И меня прям вот это все переполняет Она все вот здесь сидит Короче, ладно, проехали с этой собакой Идем дальше Доходим до этого места Я ищу хозяйку Хозяйка ни хрена не выходит Я смотрю, все домики заняты То есть, соответственно, я их вряд ли сниму И вряд ли покажу Я это соображаю И напротив еще дома Ну, прямо вот напротив ворота Мы начинаем туда заходить Вот, написано house for rent Я смотрю, свободный домик Видно, что он не обжитый Никто не живет И думаю, сейчас я увижу хозяев Потому что двери на распашку открыты Все шмотки висят Все висит То есть, как бы, есть шанс, что увижу сейчас хозяев И вдруг выходит собака Начинает, короче, и эта, сука, лает А вот Я Эрика опять прячу, короче, за себя Он начинает кричать Он начинает рыдать Блин, я ему рот закрываю Чтобы он не кричал Он понимает все прекрасно И вот так вот Просто как стол вкопанный Вот так ребенок встал Я ему рот закрыла Он руку не убирает Ничего Молчит Его трясет Я чувствую Короче, жесть, блин И мы начинаем оттуда уходить Причем я ухожу от него Ни в коем случае не подворачиваюсь задом Я, то есть, ухожу Именно задом начинаю уходить Короче, блин, жесть Я так испугалась То есть в тот момент, знаете, у меня, короче, все Сдержано Я максимально все сделала Старалась, блин, удержаться А когда вот сейчас я домой вернусь Начала, блин, видео записывать И мне вот это все тут сидит Короче, я обосралась, блин, по-настоящему Я иду по дороге Меня трясет Ну, мы возвращаемся домой И едет навстречу женщина Которая сдала нам этот дом Представляете, блин, повезло И она так как говорит Давайте я вас подвезу Я говорю, да-да-да, давайте А Эрика на свой, блин, мотобайк Который вообще Сыпется, блин Посадила Я сзади села, блин, еду И думаю, блин, да нахера Вообще это все надо, блин Реально стрёмно Здесь невозможно перемещаться Реально пешком Ни в коем случае Какой нахер велосипед Велосипед тоже здесь запрещен Просто досвидось Каждый дом охраняют собаки Каждый дом Здесь другой, в принципе, охраны Нигде ни у кого нет Здесь нету заборов В основном и домов Короче, мы здесь живем уже Что я там два месяца И впервые я столкнулась с этой ситуацией Впервые я, блин, вышла из дома Можно сказать, без Олега И решила пройтись Это жесть Я так испугалась, ребят Блин, я так испугалась Короче, никаких велосипедов, блин На Самуи не может быть Чисто физически Пешком здесь ходить нельзя, блин Только мотобайк Это единственный вариант Перемещения на этом грёбаном острове Блин, это так страшно просто было Я вам серьёзно говорю Они реально нападают Хер с ним, блин, я, да То есть Взрослый человек Я отобьюсь и так далее, блин А когда ребёнок Когда, блин, у меня ответственность Ещё за ребёнка Я просто Не, ну, если честно Когда вот этот вот весь момент был Я чувствовала то, что я его защищу А прикиньте, если вдруг Набака на меня нападёт И скусает меня И потом переключится на ребёнка Когда я буду, блин, ныть, лежать От боли, блин Что будет ребёнок в этот момент делать Короче, обосралась я не по-детски Впервые Реально стрёмно Это просто вот этот район Где, блин, тишина и покой Где, блин, никто никого не трогает И где всё Вот, блин За мотобайк я, блин, тоже боюсь сесть Я вешу сейчас Вот на данный момент Я вешу 39 килограмм Практически 40 Плюс ребёнок На какой мне мотобайк садиться Что я, блин, увезу там Мало того, у меня нет прав по факту Вот как, блин, быть Как здесь перемещаться Как здесь жить-то нормально Блин, реально стрёмно Мало того, что если я сажусь за мотобайк Еду, блин, это одно А другое дело Когда я еду Передо мной ребёнок Он будет 100% спереди Потому что сзади вообще не вариант Я в любом случае Несу за него ответственность А если ребёнок дёрнется А если то, а если сё А если, мало ли, какая, блин, псина И выйдет на другу Недавно едем с Олегом Блин, змея переползает дорогу Олег, по тормозам бах Я всегда держусь, блин, крепко И я ещё держусь сзади ребёнка Всё нормально, удержались и так далее Это ещё, ну, не проблема Постоянно то птицы какие-нибудь на дороге То какие-нибудь, блин, петухи или цыплёнки Начинают перебегать эту дорогу Да страшно, блин Это жесть Он просто из ниоткуда вылезает и бежит Куда бежит, непонятно Чё ему надо, непонятно, блин Блин, стрёмно Хрен его знает, как выпутываться из этой ситуации Короче, я чувствую, что нам этот район не подходит Потому что реально страшно Я не могу ничего Я вот просто привязана По рукам и ногам Привязана к этому дому И я не могу ничего здесь сделать Это жесть Короче, нервов я оставила, блин, сегодня нормально так На этой дороге, блин Собаке офигенная охрана Это факт Причём, блин, одно дело, когда ты заходишь на территорию хозяина дома И собака охраняет свой дом Это одно Это я понимаю Но эти же мрази, блин, они выбегают прямо на дорогу Ты просто мимо проходишь И всё, они выбегают и начинают на тебя лаять А что у этой собаки на уме? Вообще непонятно Короче, не знаю, чё будет дальше Как нам здесь выкручиваться Но Скорее всего, я Буду разговаривать с Олегом Чтобы отсюда уезжать Потому что я, блин, так не могу Связанная по рукам и ногам Я понимаю, что Олег большую часть времени сейчас проводит дома Вот, но, блин, это рано или поздно кончится И, конечно, все наши проблемы должны будут решаться И, блин, я не хочу настолько сильно зависеть от мужа Блин, я не хочу, чтобы это всё просто зависело Именно от него наше перемещение Наше дыхание Наше движение Это, блин, что такое Надо с этим как-то, короче, решать эти проблемы Потому что, не знаю Это вот мы пошли в другую сторону Если идти в другую сторону от вашего дома Там Как он называется? Спа-салон Территория интерконтинентальной Детская площадка и бассейн Дальше там поднимаешься в гору, спускаешься Опять же, дома И Наш бассейн, любимый Потом идёт темпинг Олега Вот дальше Я даже не перемещалась ни разу пешком Короче, блин, зря мы пошли влево Э, зря Субтитры подогнал «Симон»